Привет-привет, близнецы! Это расклад для вас на неделю с 8 по 14 апреля. Будем смотреть с вами три подсказочки на картах Таро. Также мы посмотрим на картах Семья, ваши взаимоотношения на этой неделе. И у Оракула Ленорман мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. Что ж, давайте приступать и смотрим, что же приготовила для вас эта замечательная неделя. Какие события? Влюбленные, любовь, выбор может быть какой-то по сердцу. Это прекрасное состояние души, когда мы любим весь мир, любим себя. У нас Венера 6 апреля вошла, не знаю, в какой у вас дом. Но посмотрите, кстати, гороскоп от Людмилы Макагон, который уже есть у меня на канале. Там все четко расписано. И если вам светит любовь, а скорее всего вам светит любовь, то нужно знать, с какой стороны она придет и как к этому подготовиться к событию. Если вы ждете своего партнера долгожданного. Если же у вас все прекрасно во взаимоотношениях, то это укрепление ваших отношений. Это может быть какой-то романтический ужин, подарок ценный, цветы, комплименты. Это когда мы нравимся, когда мы расцветаем душой и, так скажем, телом. Когда мы притягиваем взгляды людей. Если идет подписание каких-то договоров, контрактов, что, конечно, не очень хорошо на этой неделе. У нас же там ретроградный Меркурий с 1 по 25 апреля. Но это хорошо передоговариваться, переподписывать. Как-то могут возвращаться какие-то клиенты старые, которые вас любят, ценят. И вы поймете, насколько вы важны. Если перед вами стоит какой-то выбор на этой неделе, то делайте его сердцем. Спрашивайте внутри себя. Вот от этого мне будет хорошо. И если у вас на душе спокойно, может быть, бабочки летают в животе. Если вы чувствуете расслабленность, выбирайте это сердце. И тогда все будет прекрасно и замечательно. Смотрим еще одну карту. Тройка посохов. Тройка посохов говорит о расширении возможностей, о том, что вы уже на новом пути. Что вы действительно, возможно, стоите перед выбором, с каким человеком остаться в вашей жизни. Или какую работу вам выбрать. Или с кем вам заниматься, может быть, куда пойти учиться. Не знаю, на ком жениться. Куда поехать, переехать. Какие-то новые шаги у вас уже начинаются. И вот прямо у нас 8 апреля новолуние. И там уже солнечное затмение. Заканчивается как раз коридор затмений. И расширяются пути ваши. Вы прямо в начале недели стоите на перекрестке. На судьбоносном выборе. Тот выбор, который вы совершите, расширит ваши горизонты в любом случае. Но помните, что это последствия может иметь 3 месяца, там, не знаю, полтора года, 3 года, 8 лет, 9, там очень много. Я не усилена в астрологии, но точно смотрела гороскоп от Людмилы Макогой про свой знак. И знаю, что это надолго. Поэтому ваш выбор от вас зависит, что вы выберете. И в зависимости от того, где у вас проходил узлы, да, вот эти кармические, в каких домах находятся, вот это может там расширение ваших горизонтов. Ваш новый импульс, новая энергия пойдёт на этой неделе именно в те сферы. Что это ещё может быть? Это может быть ещё новость о беременности, например, если у вас прекрасные отношения в паре, и вы планировали, да, то есть что вы узнаёте, что у вас теперь будет трое. Может быть и так. Хорошо, давайте посмотрим ещё карту. Шестёрка посохов. Шестёрка посохов – это победа, это достижение, это какой-то результат. Вы взяли какую-то вершину, вы закончили какой-то проект, или вы достигли какого-то соглашения с кем-то, или вы победитель в каком-то вопросе, может быть, в прямом смысле, в состязаниях, да, каких-то, не знаю, конкурентная борьба у вас была, или вы действительно участвовали в каком-то конкурсе, соревнованиях, то на этой неделе у вас победа. У вас вообще прекрасная неделя для… Мало того, что вы стоите на судьбоносном выборе вашей судьбы, которая открывает перед вами, ну, как минимум, три двери, да, то есть ты можешь пойти налево, направо, прямо, ты можешь, конечно, остаться и на месте, это твой выбор, но в любом случае ты будешь чувствовать себя победителем. Ты достигнешь определённой высоты, ты возьмёшь определённый рубеж, да, достигнешь какого-то пика в чём-то или с кем-то, да, может быть, это предложение вам руки и сердца, и вы такие «Ого-го, теперь я замуж выхожу», и передо мной действительно открываются горизонты, и чувствуете себя победительницей, что вы достойны звания жены, любимого своего человека, он выбрал только вас, может быть и так. Пишите, делитесь в комментариях, как проиграется эта у вас счастливая неделя, расширение возможностей, и, конечно же, делитесь своими победами. Смотрим, что у вас во взаимоотношениях на этой неделе. Приятное время, ностальгические нотки. Ретро-глядный Меркурий у нас с 1 по 25 апреля, и эта неделя хороша для того, чтобы встречаться со старыми друзьями, с какими-то, может быть, бывшими партнёрами. Если вы хорошо расстались, и вам есть что вспомнить, и просто так можете посидеть, не вцепляясь друг к другу в волосы, может быть, это встреча с вашими родственниками, кто-то в гости приедет, и вы будете вот так вот за чашечкой чая или кофе вспоминать о том, какие были прекрасные времена. То есть это неделя хороша для воспоминаний, для ностальгии, для встреч с теми людьми, кого давно не видели. Может быть, это переписка какая-то с теми людьми, кто издалека, может быть, и так. Но в любом случае это приятное времяпрепровождение в кругу тех людей, с кем вам хочется быть, о ком, может быть, вы думали несколько дней или месяцев, вспоминали, и вот этот человек вдруг объявится, нарисуется в вашей жизни. Если ничего такого не происходит, и вы в паре, то это ваши воспоминания, ваши мечты, и, может быть, вы вспоминаете, о чем вы мечтали до того, как вы вступили в брак. Или вы сейчас, получив предложение руки и сердца, обговариваете свои мечты на будущее, вспоминаете классные моменты вашего конфетно-букетного периода. Но в любом случае это хорошие ностальгические нотки, и, конечно же, это объединение, это укрепление во взаимоотношении со всеми людьми, которые нас окружают. Смотрим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в период с 8 по 14 апреля. На разносторонность. У вас, опять, смотрите, у вас вот здесь вот как будто три пути, три дороги. И здесь то же самое. Сконцентрируйтесь на этой неделе на своем выборе, на том, какие шансы и возможности входят в вашу жизнь, на том, какие роли вы играете в этой жизни, чего вы хотите достигнуть. Это такой анализ действительно своей личности, своей жизни. И, может быть, вам нужно углубиться в себя, проработать какие-то свои роли, да, социальные, я имею в виду. У нас же сейчас для всех идёт вот эта ось весы и овен, когда я и другие люди, да, и независимо от того, где у вас, в каком доме гороскопа находятся эти кармические узлы, мы всё равно проживаем эту ось всем миром. Поэтому вот это вот, когда мы понимаем, кто перед нами, как я себя чувствую, да, рядом с этим человеком или рядом с этим обществом, комфортно ли мне в этой команде, компании, сообществе, то есть я и другие люди. И вот эта разносторонность, вот этот выбор колоссальный, который перед нами ежедневно есть, и когда мы выбираем, общаться нам с этим человеком или не общаться, вступать в этот коллектив, в этот проект, в это сообщество или нет, работать с этим специалистом или выбрать другого, вот этот выбор ежедневный, вам нужно обращать на него внимание, потому что у вас и расклад начался с этого выбора. Выбирайте всегда сердцем, в первую очередь выбирайте себя, а потом думайте, ваш выбор как повлияет на других людей. И если вы не причиняете своим выборам никому вреда, то это как раз будет укреплять ваше взаимоотношение со всеми, и давать вам как раз вот эти в дальнейшем приятные моменты воспоминаний. Вы будете создавать свою копилку воспоминаний здесь и сейчас. Что ж, дорогие мои, вот такая у вас замечательная, прекрасная неделя. Помните о том, что мир даёт вам очень много возможностей, расширяет перед вами пути, дороги, и от ваш выбора зависит ваша судьба. Поэтому будьте смелее и решительнее на этой неделе, и всё у вас обязательно получится. Ну а мы с вами увидимся на следующей неделе.